Я вкратце перескажу главу. У нас есть Иосиф, который получает откровение от Бога через сон. Все братьям это не нравится, и при первой же возможности братья избавляются от него. Приносят кровавленные одежды его отцу, тем самым обманывают его. И после этого история прерывается на рассказ про Иуду. Этому посвящена целая глава про Иуду и Тамарь. А потом дальше рассказывает про Иосиф, про как он служил у Потифара, как он был в Рассе, как он был в Тимнице. Я хочу остановиться на Иуде и понять, как он жил, почему он предал брата и почему так случилось. Даже отец сказал Иосиф и его Яков, что со снами был перебор, то почему мы должны отклониться. И получается, когда отец Яков узнал, что он мертв, его сын... Он очень сильно воспринял эту потерю. Он лекал это очень в сердце. И Иуда сказал то, что он пришел от своей семьи жить в другую землю. Он взял там жену. У Иуда было три сына. Он нашел, получается, своему первенцу жену. И так вышло то, что этот сын умер. А невеста вот осталась. Кто знает, второй тоже умер. И он не хотел давать третьего. Он думал, что он тоже умрет. И тут очень такая спорная история, то что вот эта вот Тамарь, она оделась в блудницу. И Иуда пошел к ней. Это вот секундная прихоть. И потом, через шесть месяцев, когда он увидел, что она беременна, он хотел убить ее. Так было по закону. Но Тамарь была ее печать с его перснем и его посохом. И когда Тамарь дала Иуда вот эти вот его же знаки. У Иуда был урок на глазах. Он вспомнил, как он давал акровавленную одежду своему отцу. Иуда как бы расплатился тем самым вот эти вот горем. Он понял, там это было очень неприятно ему. Иуда, как бы, как мы знаем, он присоединился обратно к семье и пришел вместе со своими братьями к Иосифу. Иосифу за хлебом, когда был голод. Один смысл, который, акцент, который я хочу подчеркнуть, это когда Иосиф рассказывал сон и Иуда это не нравилось. Корень, точнее семя вот этого вот неодобрения зла к брату, оно родило очень такие ужасные последствия. Иосиф был с чистой совестью, он рассказывал это как есть. Иосиф был с чистой совестью, он рассказывал это как есть. Сказать, что Иосиф была простая жизнь, тоже нельзя так сказать. Иосиф тоже прошел испытание. Особенно с женой Потифара. Он отказался с ней спать. И еще оказался в темнице. Но Бог возвысил его через этот инцидент. Иуду в свое время, он его научил. Он дал ему урок через его ошибку. Бог творит его дело на земле и он нам дает все для этого. Но когда мы делаем глупости, он не оставляет это без урок и дает нам знание. Я хочу закончить. В притчах 25 главы 28 стихе написано. Что город разрушенный без стен, тот человек не владеющий духом своим. Когда мы злимся, отступаемся, нам хочется сделать какой-то грех, очевидно. Мы должны быть как город с стенами. Мы должны быть как город с стенами. Нам нужно владеть своим духом и не быть продуваемыми. Мы должны быть как город с стенами. Амин. Амин. КОНЕЦ 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 ЛИК Субтитры создавал DimaTorzok